Для меня огромная честь сегодня служить Словом Божьим и быть на третьем потоке. У нас месяц март в нашей церкви, назван месяцем любви. И тема моей проповеди сегодня я назвал так. Принципы настоящей дружбы. Принципы настоящей дружбы. Знаете, хотелось бы сегодня поговорить о важности иметь хороших друзей в жизни и также и быть хорошим другом для людей. Знаете, есть такая поговорка «Скажи мне, кто твой друг, я скажу, кто ты». Дружба отображает наш внутренний мир, дружба направляет нас в жизни, дружба формирует нас. И знаете, что говорит словарь в таком понятии, как дружба? Дружба — это устойчивое, личное, бескорыстное взаимоотношение между людьми, в основе которых лежит симпатия, общность интересов, духовная близость, взаимная привязанность. Дружба предполагает общность, увлечения, взаимное уважение, взаимопонимание и взаимопомощь. Давайте мы откроем Слово Божье. Марка, 2 глава, с 1 по 12 стих. Мы прочитаем одну историю, и мы посмотрим на принципы настоящей дружбы. Марка, 2 глава, с 1 по 12 стих. Написаны такие слова. «Через несколько дней опять пришел он в Капернаум, и слышно стало, что он в доме. Точно собрались многие, так что и уже у дверей не было места, и он говорил им слово. Пришли к нему с расслабленным, которого несли четверо, и, не имея возможности приблизиться к нему за многолюдством, раскрыли кровлю дома, где он находился, и, прокопав ее, спустили постель, на которой лежал расслабленный. Иисус, видя веру, и говорит расслабленному, «Чада, прощаются тебе грехи твои». Тут сидели некоторые из книжников и помышляли в сердцах своих, что он так богохульствует, кто может прощать грехи, кроме одного Бога. Иисус тотчас узнал духом своим, что они так помышляют в себе, сказал им, «Для чего так помышляете в сердцах ваших? Что легче, сказать ли расслабленному «Прощаются тебе грехи»» или сказать «Встань, возьми свою постель и ходи». Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, и говорит расслабленному, «Тебе, говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом твой». И он тотчас встал и взял постель, вышел перед всеми, так что все изумились и прославили Бога, говоря, никогда ничего такого мы не видели. Итак, сегодня на примере этой истории, как четыре друга помогли человеку расслабленному получить исцеление, изменилась его жизнь, они помогли ему прийти к Иисусу Христу, мы посмотрим на принципы настоящей дружбы, принципы настоящей дружбы. Первый принцип я назвал так. Настоящая дружба приближает к Богу. Настоящая дружба приближает к Богу. Знаете, когда мы являемся детьми, когда мы были маленькими детьми, то на наше мировоззрение нас формируют наши родители. Когда мы вырастаем, когда мы становимся взрослыми, то нас начинают формировать уже отношения с нашими друзьями. Нас формируют наши друзья. То, кем мы становимся, то, кем мы являемся, определяют наши друзья. И знаете, то, кем мы окружены, будет влиять, куда будет направлена наша жизнь, кому будет направлена наша жизнь. И я хотел бы, знаете, сказать сегодня, что если мы окружены неправильными людьми, людьми, которые наполнены ропотом, людьми, может быть, которые наполнены каким-то беззаконием, какой-то неправдой, какой-то нечистотою, знаете, это будет отображаться на нашей жизни. Если мое окружение, оно не ищет Бога, оно не ревнует, чтобы служить Богу, идти за Бога, может быть, оно не ревнует, чтобы быть на домашней группе или в центральном служении. Знаете, такое окружение будет негативно влиять на мою жизнь. 1 Кринфянам, 15 глава, 33 стих, один из в современном переводе, это местописание звучит так. «Перестаньте обманываться, плохие товарищи губят хорошие привычки». Знаете, как определить, какие люди меня окружают, хорошие у меня друзья или негативные? Знаете, как это определить, заглянув в свой характер? Если наш характер становится лучше, меня окружают хорошие люди. Но если мой характер, знаете, потихоньку-потихоньку я съезжаю, если хорошие привычки губятся в моей жизни, значит окружение, которое я выбрал для себя, не совсем правильное. И знаете, Библия говорит, часто мы думаем, когда мы находимся, например, в каком-то неправильном окружении, ну ничего, я этих людей изменю, я на них повлияю, они поменяются. Знаете, что Библия говорит? Не обманывайтесь, мы не сможем изменить этих людей. Если ты видишь, что ты, например, находишься в неправильном окружении, есть только один выход, это окружение нужно поменять, нужно с него выйти, нужно найти другое окружение, которое будет приближать к тебе Богу. Знаете, если ты сегодня находишься в окружении, и вокруг тебя люди, которые влияют на тебя по-доброму, твой характер меняется, твои привычки становятся лучше, цени таких людей, цени такие взаимоотношения. Итак, первый принцип настоящей дружбы. Настоящий друг – это тот, кто приближает нас к Богу. Второй принцип или второй урок из этой истории, который мы можем взять, он звучит так. Настоящая дружба приходит на помощь. Настоящая дружба приходит на помощь. Мы видим, что эти четыре друга, они пришли к Расслабленному, они помогали ему, они несли его к Иисусу, и когда они встретились даже с препятствиями, это не остановило их, они пошли дальше, они взлезли на крышу, спускали своего друга, помогали ему, как могли. И знаете, есть тоже такая поговорка, что друзья, они познаются в беде. Когда у нас какие-то трудные обстоятельства жизни, когда мы сталкиваемся с какими-то проблемами, тогда проявляются, какие мы друзья, и кто наши, и кто наши друзья. Помните еще одну историю, еще одну притчу, которую рассказал Иисус Христос? Он рассказал притчу о трех друзьях. Один, написано, друг, пришел к другому своему другу, он пришел в полночь. И тот хотел его угостить, но у него не было чем его угостить, и он пошел также к еще своему одному другу, также, Библия говорит, в полночь просить взаймы трехлеба, чтобы накормить своего друга. И знаете, как определить или как узнать, какой я друг? Какой я друг? Важно, знаете, задать себе вопрос, а ко мне за помощью легко обратиться? Как определить, какой я друг? Важно задать себе простой вопрос. А ко мне за помощью легко обратиться? Знаете, можно немножко углубить этот вопрос и задать, а кто ко мне может обратиться за помощью? А в полночь ко мне могут обратиться за помощью? Могут ли меня потревожить в такое время? Знаете, как определить, а кто наши друзья, кто настоящие наши друзья? Нужно задать себе простой вопрос. А кому мне легко обратиться за помощью? А кому я могу обратиться за помощью, если нужно будет даже в полночь? Знаете, у меня был в жизни такой пример. Несколько лет назад, может быть, 3-4 года назад мы возвращались из одной миссионерской поездки с Мельницкой области домой и выехали уже поздно. И мы ехали обратно в Вишневое. И с нами был один брат из моей команды, он сам живет в Фастове. Мы понимали, что мы приедем в Вишневый поздно ночью, и ему надо будет как-то добираться домой. И мы решили немножко изменить привычный маршрут и поехать, так скажем, через Белую Церковь на Фастово, чтобы привезти его домой, чтобы он ночью не возвращался. И знаете, мы поехали по той дороге, по которой мы обычно не ездим. Мы не знали этой дороги. И мы вот едем, это было недалеко, около населенного пункта Ружин, я сейчас запомнил. Мы проезжаем, это было около полночи, где-то было время. И мы дороги не знаем, заезжаем как бы за населенный пункт. И тут такая бух-бух. Мы понимаем, что мы попали в какую-то большую яму. Мы вышли, переднее правое колесо, оно было полностью спущено. А в то время мой автомобиль, тот, который у меня был, он именно конструктивно не был оснащен запасным колесом. Там было просто заводом как бы сделана такая штука. Насос лежал и специальная такая жидкость, чтобы можно было заливать в колесо, на случай, если там оно пробьется, чтобы там оно подклеилось, и доехать до ближайшего нашего монтажа. Мы взяли этот весь набор, залили весь этот баллон жидкости. И знаете, он просто как сметана или как молоко вытек. И как бы ночь на улице, мы ничего не смогли сделать. Посмотрели по навигатору, рядом недалеко был шиномонтаж, мы попутками туда добрались. К сожалению, он был закрыт. И знаете, полночь, ночь мы как бы там почти в поле, стоим на дороге, пробитое колесо. И ко мне приходит мысль, а к кому я могу обратиться за помощью? Знаете, братья и сестры, я начал думать, кому я могу позвонить сейчас, попросить о помощи, чтобы нам помогли, может быть, как-то вытащили из этой ситуации. Знаете, слава Богу, внутри своего разума я насчитал много-много людей, которым я реально могу обратиться в такое, скажем так, не самое привлекательное время. Знаете, мы не стали этого делать, так как на улице была нормальная погода, было тепло, мы не стали никого тревожить. Мы дождались до утра, и потом мы поймали автомобиль, нам помогли завести колесо на шлемонтаж, сделать его, и мы поехали дальше. Знаете, какое самое первое откровение я получил из этой истории? Надо купить запаску. И после этого момента я в этот автомобиль обязательно купил запаску, чтобы больше не попадать в такие ситуации. И второе откровение, которое я получил для себя, очень важное, знаете, важно иметь друзей, которым ты можешь позвонить в любое время. Важно быть самому таким другом, чтобы ко мне могли обратиться в любое время. Знаете, в полночь, это не значит только во времена, ну как бы по времени в полночь, 12 часов ночи. В полночь это в самые темные времена нашей жизни. Знаешь, как определить, кто есть самые настоящие друзья в нашей жизни? Кому мы пройдем в самые темные времена нашей жизни? Кто к нам может обратиться в самые темные времена? Это и есть наши настоящие друзья. Итак, первое мы говорили, настоящая дружба, она приближает к Богу. Второе, настоящая дружба приходит на помощь. Третий принцип из этой истории, он звучит так. Настоящая дружба имеет общее основание. Настоящая дружба имеет общее основание. Знаете, одна из сегодня проблем, когда мы говорим сегодня о дружбе, многие люди говорят, о, мне тяжело найти хороших друзей, и сегодня, если ты богатый, успешный, если у тебя все в жизни хорошо, с тобой хотят дружить, а если, может быть, в жизни у человека какие-то проблемы, трудности, и стоит вопрос, а как вот ему найти друзей, как иметь хороших друзей. Знаете, с чего начинается дружба? Дружба начинается с общего основания, то есть общность интересов. Дружба, она основана на общности интересов. Если сказать как бы проще, то дружба основывается на такой фразе. Тебе тоже это интересно, ты тоже. То есть есть какая-то общность у людей. И, знаете, в этой истории мы видим, а что объединило? Что помогло дружить человеку расслабленному, у которого были проблемы, какие-то, может быть, непростые жизненные ситуации, и людям, которые были здоровы физически, они его носили, поднимали, опускали. Что их объединило? Что у них было общее? Знаете, когда читал эту историю, получил для себя простое откровение. Иисус сказал, когда они принесли расслабленного перед Иисуса Христа, Иисус сказал, видя веру их. Знаете, я верю, что вера была не только у этих четырех людей. Вера была и у самого расслаблена. Если ты даже расслабленный человек, и если у тебя нет желания, тебя никуда не занесут. И, знаете, у них была общность интересов, их общий интерес, это была вера в Господа Иисуса Христа. Я хотел бы сказать для нас такие простые утверждения. Знаете, какое основание мы будем иметь в жизни, таких будем иметь и друзей. Если в нашей жизни будет правильное основание, хорошее основание, в нашей жизни будут хорошие, благословенные друзья. Самые лучшие друзья – это люди, у которых есть вера в Иисуса Христа. Это самые лучшие друзья, чьи сердца наполнены верой. Если у тебя будет вера в Иисуса Христа, у тебя будут самые лучшие друзья, у тебя будут самые надежные, прекрасные друзья. Знаете, я приведу один пример из своей жизни. 21 год назад, когда перед тем, как стать христианином, мои родители пришли к Богу. И я видел, как их жизнь изменилась. Я не раз уже об этом рассказывал. Знаете, что больше всего сдерживало меня? Я боялся принять Иисуса Христа в свое сердце. Я боялся потерять взаимоотношения с моими друзьями. Я думал, когда я стану верующим, они от меня отвернутся. Знаете, когда я стал верующим, так и произошло. Они от меня отвернулись. И не то, что даже они от меня отвернулись, наши интересы разошлись. Когда мы не знали Бога, мы жили греховной жизнью, я понял, нас связывало пристрастие к греху, любовь к греху. И знаете, когда я покаялся, когда я стал верующим человеком, то то, что мне было интересно раньше, мне потом перестало быть интересным. И наши пути с моими друзьями разошлись. И знаете, стал верующим человеком, уверовал в Иисуса Христа. Да, я, возможно, потерял отношения с своими старыми друзьями, но я приобрел огромное множество отношений с христианами, с людьми веры, с теми, кто сегодня идет за Господом Иисусом Христом и верит. У меня сегодня есть прекрасные, благословенные друзья. Знаешь, если ты хочешь иметь друзей, то если в твоем основании будет реальная вера в Иисуса Христа, у тебя будут самые лучшие друзья. Давайте за самых хороших друзей воздадим славу нашему Богу. Поэтому настоящая дружба, она имеет общее основание, это веру. И еще один последний принцип, и мы будем иметь молитву, он звучит так. Настоящая дружба знает правду, но верит в лучшее. Настоящая дружба знает правду, но верит в лучшее. Знаете, эти четыре друга, они знали правду о расслабленном. Они видели его непростую ситуацию, но они верили для него в лучшее. И, знаете, и эта вера, она помогла измениться этому человеку, преобразиться. Они помогли ему, они послужили ему. Знаете, я хотел бы рассказать один пример перед нашей молитвой. Если можно показать фотографию на экран. Я не знаю, знаем ли мы такого человека, Лев Семенович Пантрягин. Это очень известный, выдающийся ученый-математик. Он прожил с 1908 по 1988 год. В 80 лет прожил он был ученым, он сделал множество открытий в области математики. И знаете, в чем уникальность его истории? Я хотел бы зачитать одну историю из его жизни. В одной городской школе перестал ходить на занятия мальчик. Неделю не ходит, две. Телефона у Левы не было. И одноклассники по совету учительницы решили сходить к нему домой. Дверь открыла Левина мама. Лицо у него было очень грустное. Ребята поздоровались и робко спросили, почему Лева не ходит в школу. Мама печально ответила. Он больше не будет учиться с вами. Ему сделали операцию. Неудачно. Лева ослеп и сам ходить не может. Ребята помолчали, переглянулись. И тут кто-то из них предложил. А мы его по очереди в школу водить будем. И домой провожать. И уроки поможем делать. Перебивая друг друга, защебетали одноклассники. У мамы на глазах навернулись слезы. Она провела друзей в комнату. Немного погодя, ощупывая путь рукой, к ним вышел Лева. С повязкой на глазах ребята замерли. Только теперь они по-настоящему поняли, какое несчастье произошло с их другом. Лева с трудом сказал. Здравствуйте. И тут со всех сторон посыпалось. Я завтра зайду за тобой и провожу в школу. А я расскажу, что мы проходили по алгебре. А я по истории. Лева не знал, кого слушать. И только растерянно кивал головой. По лицу мамы градом катились слезы. После ухода ребята составили план, кто когда заходит. Какие предметы объясняет. Кто будет гулять с Левой и водить его в школу. В школе мальчик, который сидел с Левой за одной партой, тихонько рассказывал ему во время урока. То, что учитель пишет на доске. А как замирал класс, когда Лева отвечал. Как все радовались его пятеркам, даже больше, чем своим. Учился Лева прекрасно. Лучше учиться стал и весь класс. Для того, чтобы объяснить урок другу, попавшему в беду, нужно самому его знать. И ребята старались. Мало того, зимой они стали водить Леву на каток. Мальчик очень любил классическую музыку. И оконоклассники ходили с ним на симфонические концерты. Школу Лева окончил золотой медалью. Затем поступил в институт. И там нашлись друзья, которые стали его глазами. После института Лева продолжил учиться. И в конце концов стал всемирно известным математиком, академиком Пантрягиным. Давайте мы сейчас поднимемся. Поднимемся. Знаете, я хотел бы сделать простые выводы. Настоящая дружба приближает нас к Богу. Настоящая дружба приходит на помощь. Настоящая дружба имеет общее основание. Знает правду, но верит в лучшее. Знаете, мы можем сказать, а хорошо, а где я могу иметь таких друзей? Знаете, братья и сестры, у нас с вами есть право иметь дружеские взаимоотношения с самым прекрасным другом, это Иисусом Христом. У нас есть, у каждого из нас есть право иметь дружеские взаимоотношения с Господом Иисусом Христом. Он есть самый лучший настоящий друг. Он тот, кто благодаря своей смерти и своему воскресенью приближает нас к Богу. Он тот, кто всегда готов прийти к нам на помощь, поддержать нас в самых непростых, трудных обстоятельствах и днем, и в полночь. Он тот, кто знает о нас правду, но верит в лучшее. Тот, кто готов поменять нас, преображать нас, помогать нам. Иисус Христос – самый настоящий друг. Знаете, веря в Иисуса Христа, у нас есть право иметь хороших, прекрасных, благословенных друзей. Знаете, я хотел бы в конце, чтобы каждый из нас, мы могли задать себе несколько простых вопросов. А насколько я ценю дружбу с Иисусом Христом? А насколько я ценю своих друзей? А насколько я являюсь хорошим другом? Давайте в этой молитве мы помолимся и попросим за такие вещи. Давайте в этой молитве просто поблагодарим Бога за то, что у нас есть настоящие друзья. Давайте мы благословим наших настоящих друзей, которые приближают нас к Богу, которые разделяют с нами основания веры, которые приходят к нам на помощь в трудную минуту, которые знают о нас правду, но верят в лучшее. И давайте мы помолимся. А для кого я вот на ближайшее время могу стать этим хорошим другом? Кому я могу помочь? Может быть, на уровне своей домашней группы. Помочь кому-то в какой-то беде, в какой-то ситуации. Просто поддержать каким-то добрым словом, просто молиться за кого-то. Давайте мы за это помолимся. Пускай в этот месяц любви, Божья любовь, она проявляется в реальных отношениях. Господь Иисус, мы благословляем Твое Святое Имя. Мы благодарим Тебя за то, что Ты есть самый лучший, самый надежный, самый прекрасный друг. Чтобы иметь взаимоотношения с нами, Ты запланировал ценой жизни, ценой своей крови. Спасибо Тебе за это. И мы благодарны Тебе за эту честь и привилегию дружить с Тобой. Позволь нам ценить этой дружбой. Позволь нам дорожить этой дружбой, Господь. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что в нашей жизни Ты посылаешь настоящих друзей. Может быть, кто-то сегодня имеет неправильные компании. Дай силы освободиться, дай силы найти хороших, надежных, прекрасных друзей. Мы молимся и благодарим Тебя, Господь, за настоящих друзей, кто с нами в трудные времена, кто знает наши слабости, но верит в лучшее, кто поддерживает нас, кто приближает нас к Тебе, наш Бог. Мы благодарим Тебя, Господь, и благословляем этих людей. Прояви к ним добро, Господь Иисус. Яви им милость, Господь Иисус. Дай нам ценить этих людей. Дай нам дорожить этими людьми, Господь Иисус. Мы также молимся и просим. Покажи нам, Господь, а для кого мы можем проявить свою дружбу? Кому мы можем проявить, протянуть руку помощи? Кому мы можем сделать доброе дело, Господь? Во имя Иисуса мы Тебя за все благодарим и славим Тебя, Иисус. Мы также потрясаем этими нуждами, Отец, перед Тобою. Как твои друзья, мы просим Тебя, Отец, яви милость, яви ответ, яви выход для каждой ситуации. Там, где есть проблемы в семье, Господь, дай выход. Там, где есть ситуации со здоровьем, исцели, Господь Иисус. Кто-то, может быть, молится и просит за работу, Господь, благослови. Ответь, Господь Иисус, на нужды, кто просит о спасении родных и близких, Господь Иисус. Мы потрясаем всеми этими нуждами перед Тобою, Господь, и благодарим Тебя за то, что Ты являешь ответ, являешь выход, являешь благословение. Во имя Иисуса Христа. Аминь. И давайте славу Богу для нашего мы воздадим. И перед нами будет еще одна молитва. Я хотел бы помолиться с людьми, которые, возможно, первый раз на этом служении. Может быть, вы несколько раз на служении, но вы еще не кались перед Богом. Знаете, с чего начинается дружба с Иисусом Христом? Она начинается с прощения грехов. Когда расслабленный пришел к Иисусу Христу, с чего начались их взаимоотношения? Иисус сказал, прощаются тебе грехи твои. Если ты хочешь сегодня, чтобы Иисус простил твои грехи, если ты хочешь, чтобы сегодня Иисус очистил твое сердце, я хотел бы помолиться вместе с тобой. Я не прощаю грехи. Я точно такой же человек, как и все остальные люди. Прощай грехи Иисус. Если ты хочешь, чтобы Иисус сегодня простил твой грех, Может быть, ты шел за Богом, отошел от Него. Я хотел бы помолиться вместе с тобою. Я не буду вызывать таких людей вперед. Просто на вашем месте, где вы есть. Если вы хотите помолиться такой молитвой, поднимите вашу руку. И мы совершим молитву. Мы попросим, чтобы Иисус простил грехи и стал вашим лучшим другом. Давайте мы совершим эту молитву вместе. Отец Небесный, я прихожу к тебе, такой, как я есть. Я каюсь в своих грехах. Прости меня. Очисти меня. Вводи мое сердце. Я принимаю тебя, как моего личного Господа, как моего Спасителя, как моего друга. Я молился во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Давайте еще раз возведем славу для нашего Бога. Дорогие, кто молился этой молитвой, после этого служения мы ждем вас здесь. Подойдите, пожалуйста, вперед. Мы хотим по старам познакомиться с вами, вручить вам подарки от нашей Церкви, помолиться за ваши нужды. Да благословит вас Господь. Мы можем присаживаться. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...